Сегодня я специально сходил в Ашан для того, чтобы купить самые дешевые наушники. Как штыривы-та! Темочка, это талантливый парень, который снимает видео на разные темы, скетчи, влоги, разговорные ролики, а недавно вот и до клипов докатились. Уверяю вас, парень перспективная и интересная личность, поэтому все ссылки на него я оставлю в описании. Заходите и пишите, что это Айдена, ему будет приятно, да и мне тоже. Сегодня в ассортименте у нас наушники за 19 рублей. Самая просто нищебродская нищебродина. Наушники на 4 рубля подороже за 23. И наушники для богатых из так называемого бизнес-сегмента. Наушники за 48 рублей. Кстати, в Ашане очень много наушников от 50 рублей, поэтому если вам понравится это видео, то ставьте лайк, пишите комментарии, подписывайтесь на канал, и если я увижу какую-то активность нормальную более-менее, то обязательно сниму выпуск наушников изошлен от 50 до 100 рублей. Окей, начнем с самой жести. Наушники за 19 рублей. Наушники, которые даже не обзавелись своей упаковкой. То есть мы получаем вот такой вот ссаный пакет. И более того, я вам скажу, за 19 рублей мы получаем гарантию 12 месяцев. А вот у планшета, который упал сейчас в гарантии 12 месяцев, давно уже прошла. Ощущение дешевизны у меня в руках. Послушайте, я не знаю, как это определяется, но очень дешевый пластик. Но мы не будем делать на этом акцент. Нам самое главное посмотреть, можно ли... Ну, хотя бы фильм буду реально посмотреть. То есть если прям вообще с деньгами все плохо, 19 рублей меньше, чем стоимость проезда в любом почти городе. Кстати, напишите, сколько у вас стоит проезд. Что вокруг тебя аура запаха организовалась, запаха пластика. Прям такого... Не то, что пластика, не то, что китайского пластика. То есть когда вы получаете посылки с Алиэкспресса. А именно какого-то жженого пластика. Как будто у тебя они уже в ушах горят. Песня ферма. О, пацаны! Шумоизоляции, конечно, никакой. Ну, знаете, знаете... Не, говно. Уберите, уберите это у меня. Как это слушать-то можно? Высокие частоты. Очень бьют по ушам. Они очень резкие. Как ультразвук какой-то реально. Никаких басах, никаких низких частотах речи идти не может. Как будто вы слушаете телефонную запись. Сидят они неплохо, более-менее в ушах. Слушать музыку невозможно. Подойдут. Исключительно для скайпа. Моя оценка 2 балла из 5. Откроем наушники на 4 рубля дороже. С затычками с такими. Плюс то, что они метр длиной. Вот так они выглядят. Посмотрите, пожалуйста, дорогие мои друзья. Тоже дешевый пластик. Но тоже воняют. Ну, уже немножко получше. То есть на 4 рубля получше. Отлично, абсолютно замечательно. Сидят в ушах. Конечно, хотелось бы помягче вот этот вот ободок. Будем слушать ту же песню, потому что я считаю, в ней есть и басы, и частоты, и все. Ох ты ж, ебка, макарек. Ох ты ж, как штыревый-то. Я странные движения делаю, это на автомате. Просто, видимо, китайский пластик в мозг зашел. Если в прошлых наушниках я жаловался на высокие частоты, что они прям раздражают сильно здесь, высоких частот вообще нет. Низкие частоты, конечно, здесь некачественно звучат. Басов тоже нет. Но из-за того, что нет вот этой вот ужасной резьбы по ушам, как были в первых наушниках слушать, более-менее нормально. Конечно, зашкварно. Но в самолете, в полете я бы послушал несколько часов, если у меня не было варианта, какими наушниками пользоваться. Свой голос я не слышу. То есть они настолько сильно у меня в уши зашли. И, в принципе, я вам честно могу сказать, это, конечно, не реклама, но за 24 рубля я-я-я-я такое бы, наверное, даже вам посоветовал купить. Если, ну, прям вообще с деньгами как бы проблема. Эти наушники на троечку из пяти вполне себе пойдут. В соотношении, конечно же, цена-качество. Если бы такое стоило 100 рублей, да и даже 50, да и даже 30, конечно, я бы сказал, что это люто зашквар. А последние наушники нашего сегодняшнего выпуска до 50 рублей стоят они 48. Там за 48 были всякие красненькие, желтенькие, но они все были в пакетах. Зря я распаковал, потому что вот эти наушники, как ничто другое, идеально подходят для подарка. Конечно, не для подарка своей любимой или парню на 8 марта, на 23 февраля и на день рождения, но если вы, например, устраиваете какой-то конкурс или корпоратив, в котором нужно, там, ответить на какой-то вопрос, и человек получает приз, то чтобы дешево закупиться, вот такими наушниками очень даже клево. Вот такую вот инструкцию, шмирбанбукцию непонятную, и всякие пакетики, которые потом я буду убирать, собирать. И даже, даже, у меня сейчас упал пакетик, я думал, какая-то наркота подсунута, даже дополнительные, что очень приятны, насадки для ушей белого цвета. То есть вообще позаботились ребята суперски. Я не знаю, сколько такие наушники в теории стоят на Алиэкспрессе, но за 48 рублей получить такую богатейшую для этой суммы комплектацию, я считаю, очень необычно. Они не воняют Китаем, они не воняют Китаем, они не воняют Китаем, они воняют, какие-то песни уже идут. Я думаю, это кнопка включения, типа здесь сенсорная, как на беспроводных наушниках от Apple, ты два раза тапаешь вот так вот, и у тебя следующая песня. Но я подумал, ты что, дебил за 48 рублей? Ой, все бы, конечно, хорошо, но я нихрена не слышу. У меня не работает этот наушник вообще ни по какую. Не работает. Написан для всех типов устройств. Вот так вот, если сделать, будет слышно. Мягкий провод, ну он мягкий, но он не дает мне... У меня и левое ухо есть. Вот, сейчас работает. Офигеть, чуть-чуть хуже, чем на моих джебелевских, вот этих вот за 2000 рублей. Чуть-чуть хуже, и то потому, что, может быть, еще эквалайзер не настроен. Есть и басы. Если бы не этот огромный косяк, который все плюсы перебивает, которые только здесь есть, а плюсов здесь реально много, звук приятный, богатая комплектация, плюс еще и упаковка неплохая, то на повседнев вполне себе. Итог такой, ни одни из наушников в такую цену я вам брать не советую, потому что смысла в этом нет. Вонь, что самое неприятное. В ушах сидят, конечно, все неплохо, но качество звука оставляют желать лучшего. Но, в целом, для телефонных разговоров пойдет. Если вы, конечно, ну кто в 2018 году покупает наушники для телефонных разговоров, это было бы очень странно. Так что сегодня у меня на этом все. Ставьте лайк и посмотрим, может быть, что-то можно подобрать в ценовой категории от 50 до 100 рублей из наушников. И подписывайтесь на канал iDN, здесь много всего интересного. Спасибо всем. На сегодня все. Арифидерчи. Адьос и Амиго. Академия. 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 Академия.